аналитику. Говорили, что на стриме будет аналитика, а набрали гомосеков, баб, вальтов и нытиков. Вот посмотришь на состав этого хаба, непонятно, кто там нытик, кто валет, кто баба. Кто нытик, кто валет, кто баба? Непонятно. Мы меняемся ролями. У нас смена ролей. Тут есть нытик, валет и баба. Учитывая, что... Значит, я нытик, по идее. Нет, смотри, по идее, вот нытик, валет, вот баба. Но видимо, смотри, видимо, я валет. Видимо, ты нытик, скорее. Ты нытик? Ты валет, я баба. Нет, получается, ты валет, я нытик, а ты баба. Но, блин, то, что жодна баба, это вполне ожидаемо. Это ожидаемо. А вот если ты баба, она валет. Баба, валет, нытик. Типа такого, да. К нам это не подходит, короче, там не факер сидит. Тут факер, по-любому, нытик. Там зик, это валет. А кто из этих двух бабой будет? Кого рискнешь назвать? Они спят. Есть два стула. Да, действительно. От кого получить? Ну, вроде Артур Добрый. Артур Добряй. А Смелуха не простит. Зато Смелух тоже давно. Зато я со Смелухой давно знаком. Да. Скоро будет бабой. Пойдет. А Артур нытиков. Тогда уж. Ну, заодно. А то, что он не при делах остался. Мы-то распределили у нас. А вот у них... Да, ну ладно. Ну, Артур же иногда с нами тоже бывал. Нужно же было ему какое-то звание приписать. Вот это лучший аналитик. Решить, кто нытик, кто валет, кто баба. А не то, что... Пишите в Твиттере. Пишите в Твиттере, да, там с хэштегом RUHUB. Кто валет, кто нытик, кто баба. Очень интересно ваше мнение знать. Да, это факт. Ну, что интересно знать. Неловкая пауза. Ну, она всегда возникает иногда, когда одна мысль закончится, а другой нет. У меня не так много мыслей в голове. У меня мыслей никогда нет. Я просто несу бессвязную чушь. Наконец-то, наконец-то он это признал. Картофельное пюре. Макарошки. Черепаха. Нет, это связь. Макарошки — это связь. Извини. Ну, я-то... Да, я так не умею. Нужно... Сможешь сказать 10 слов подряд, которые никак не связаны друг с другом? Просто давай. Катастрофа, фонарь... Долго думаешь? Да, слушай. Заново-заново можно? Катастрофа, фонарь, моча, рука, валет, джинсы, люминесцентная лампа, хотя был фонарь, связал. Да и вообще много, катастрофа фонарь, уже как-то даже врезался фонарь, вот там такая рука моча, вот это все тоже. Дырка, можно... Дырка, штаны... Дырка, глаз? Нет, дырка, джинсы, у тебя даже на джинсы дырка. Так, я потому что, я смотрю, оп, еще, еще. Когда смотрят то, что тут происходит. Фонарь, вот, лампа, вот. Очень тяжело, ты прав. Тут на самом деле сказать 10 слов подряд быстро, которые никак не дают друг с другом. Это правда сложно. Это нереально. Тогда тебе просто нужно закрыть глаза, Жот. Да, давай, а ты попробуй сама. Не, не стоит. Саловатей использовать уже нельзя, что я использовал. Нельзя, поэтому закрой глаза. Это самая первая мысль, которая приходит тебе в голову. Пуф! Светло. Ты уверен, что там светло? Ну, у меня фонари в лампы светят. Фонари мне в лампы светят. Фарами вперед, колесами назад лежу. Фары, колеса, связаны, связаны. Ладно, забей. Квест тяжелый. Тут ты тренируйся. Че ты на меня вообще это скинул? Сам давай, отдувайся. Нет, я уже не помню, как я к этому пришел вообще и как мы с этим занялись. Я выпью чат. Была неловкая пауза, я тебе напомню. Мы можем ее продолжить. Я сказал, что картофельное пюре спас ситуацию. Эфир спас. Но могу дальше сидеть. А какие были коэффициенты, кстати говоря, на Ньюби и Ньюби Янс? Есть это два? Да, наверняка. Наверняка. Сейчас покажу. На Егейминг-бетс. На Егейминг-бетс. Бетс. Егейминг-бетс. Ну, я думаю, что, конечно, это просто та игра, где можно было выиграть, видимо, две квартиры, поставив на Ньюби Янс. Так нечего ставить, все. Что с лицом, Егор? Он сидит, думает 10 слов, не связанных между собой. Просто на той камере не видно, каким он именно лицом смотрит. Смотри в камеру таким лицом. У-у-у, 2,7. 1,3,7. 1,3,7. 2,7. Во. Так, правильно. Может, все-таки картофельное пюре? Ну, сейчас покушаешь, пойдешь. Ну, успокойся. Сейчас. Сейчас. Сейчас игра начнется, и... Я тебя покормлю даже с ложечки или с вилочки. А я поела. Ладно, ладно. Хорошо. Вот можно было поставить, в общем, на... Свою задачу я выполнил. Какую? Я для себя живу. Я сперсмешил от меня. Не, ну, слушай. Я родился. Свою задачу я выполнил. Хорошо, Егор. Мне это нравится. Жизнь для себя, удовольствие. Давайте. Ну, все. Ну, все. Вот эта женщина. Ну, все. Дайте мне сказать. Смотрите. Не все. Не все. Ой, все. Ой, все. Они говорят. Они говорят. Понятно. А ты как говоришь? Я не говорю такого. Хорошо. Ты просто начинаешь плакать. На взрыв. Смеяться, а потом плакать, а потом опять смеяться. Тоже по-женски. И драться. Лезет. Queen of Pain, Виктор Виверна. Обращаю внимание. Помнишь, в первой игре были забанины Queen of Pain и Лина? Потом Лина просочилась. Сейчас Квопа просочилась. Переквопа. Но теперь SF забанили. Потому что SF, видимо, овер-пауэрд. Ну, в принципе, он выиграл и первую игру. Му размотал. В второй игре Mr.SCCC размотал. Размотал. Так что, может, и не надо его видеть. Действительно, разматывает SF жестко. Во все времена. Кстати, самый долгоиграющий герой в доте. Его пикали еще в 2007. И, кстати, он... Слабак был, конечно, тот еще. У него аура была хуже. Некромастери хуже. Кайлы хуже. Ульта хуже. Да, зато он Кайлайм ломал варзы. Был такой момент. Да? Это в SF Wars было. Ну, в доте это было в начале. По пиксели, по пиксели. Этого я не помню даже. Ну, это, видимо, ты еще не родился тогда. Ты еще не жил для себя. Я, может, и родился. Жил. Может быть. Жил для кого-то. Ну, в общем, его усилили во всех отношениях. И Кайлы, и АОЕ Кайлов, и Дэмэдж Кайлов, и Монокост. Когда-то они стоили по 150 маны. Что? Да, но это вот в то время, когда он варды развелся. 150 маны за Кайлов. Просто. Это как вспомнить старую Лину. Вот сейчас Лина, и Лина там в 2007, у которой вот этот Dragon Slave слабый. Кулдаун маленький, урона большой, урона мало, длительность маленькая. У Стана кулдаун большой. Станет он на 1.6 на всех лавровах. Он еще и не станет, если герой летит. Нельзя аганимом улучшать. Аганим не улучшишь ульт. Ульт кулом был 150 секунд. Пассивка полная хрень. Не пассивка, это был актив, который назовался ультимейт. Ты ее жмешь, и у тебя тучка над головой, и ты быстро вбиваешь. Да, да, да. Это еще... Ой, боже. Это мусорный герой. Только более странного и непонятного героя, я вспомнился старого визажа. Но это, наверное, никто уже не вспомнит, кроме меня. Это где горгульки вот эти? Нет, это средний визаж. Средний визаж? Между тем, что сейчас, где сделали двух горгулик, и между тем, у которого не было никаких горгулик. А может и были, слушай, но они были какие-то очень стрёмные. Но, потому что я сейчас ульт его забыл, но у него, в общем, было ускорение 120% скорости атаки. Монобёрт, как у них сосаясь, и, блин, какой антивага. Что? Я такого не помню. Что? Не было. Не было. При мне, я тогда не жил для себя. Такое было, Егор. Это, если подумать, это просто... Что? Это реально же убийца тогда. Он просто псих. Он блинкается с тюмана и начинает бить как... Это как Клинкс. Клинкс, реально Клинкс. Ну, короче, это самый... С Блинком. Это был самый плохой герой. Это ещё в... Плохой? Просто визаж? Клинксу сейчас это скажи, которому Блинком. Визаж один из этих, один из героев, который в доте самого вот того, такой он был очень странный. Ладно, хрен с ним. ИСФ запамят, бейстмастер, герокоптер... Это мы уже видели... Отличный пик. Только это мы видели от кого? От других ребят. От других не убил. Против Декаса Скудария. От третьих ребят.